На линейной части газопровода «Сила Сибири» 83% персонала – это жители Якутии. Всего около тысячи человек, и цифра будет только расти. Специалистов высокого разряда готовят по целевой программе на базе Томского политехнического университета. Как устроиться на престижную работу в «Газпром Трансгаз Томск» узнал Дмитрий Макаров. Студенты из Якутии моделируют то, как воздействуют силы мороза на участок газопровода «Сила Сибири». Тема для северо-страны актуальная, поэтому к лабораторной работе подошли ответственно. Очень хорошая работа в плане моделирования. Специальные компьютерные программы позволяют выполнить любые расчеты. Преподаватель тоже не прост. Работает главным инженером линейного производственного управления. Настоящий практик. Готовящиеся для Якутии кадры у него на особым счету. В этом году в июне у нас был выпуск, где у нас участвовали целевые студенты, в том числе с Якутии, но они показали отличные результаты. Все защитили свои работы с оценкой «отлично». Якутиан в Томском политехническом университете обучают еще с советских времен. Но в последние годы количество студентов заметно увеличилось. Довольно-таки перспективно, потому что наш регион держится на газе. У нас, получается, есть ГРЭС, электростанция, которая работает от газа. То есть если не будет у нас в республике газа, грубо говоря, у нас отключится свет и уйдет тепло. Поэтому, наверное, я и выбрал нефтегазовое отдело, именно газовую отрасль. Владислава Протодьяканова судьба привела в «Газпром Трансгаз Томск». Работа мечты станет возможной благодаря реализации восточной газовой программы. Для силы Сибири потребовались сотни специалистов. Их стали готовить по целевым направлениям. Для этого предприятие ежегодно проводит конкурсные отборы. Сотрудники кадровой службы ежегодно выезжают в Северо-Восточный федеральный университет и встречаются с ребятами, которые проходят ополчение по направлению нефтегазовое дело. На основании конкурсного отбора лучшие 11 человек получают возможность пройти производственную практику на действующих объектах общества за счет компании. То есть молодой человек не тратит ни рубля личных средств. Получив степень бакалавра в СВФУ по направлению нефтегазовое дело, целевики становятся магистрами, но уже в Томске. И тоже за счет будущего работодателя. Учиться здесь престижно. В этом году нефтегазовое дело Томского политеха заняло первое место среди российских вузов в предметом рейтинге КУЭС. Критериями отбора по этому рейтингу является первое мнение работодателей, мнение выпускников, наличие материально-технической базы и множество критерий, которые очень важны. Так вот по всем этим критериям победил именно наш вуз, занял первое место по России и 26 место в мире. Город Томск в народе называют сибирскими афинами. Такое имя ему дали еще в 19 веке за большое образовательное значение для страны. Студенческая молодежь стремится сюда и сегодня. Томск по праву называют студенческой столицей Сибири. Здесь работают сразу 9 высших учебных заведений и несколько филиалов вузов других городов, в которых учится каждый пятый житель города. Сегодня на объектах силы Сибири в Газпром Трансгастомске работают 1124 человека. 83% из них жители республики Саха-Якутия. Их количество может пополнить выпускник школы любого, даже труднодоступного села. Ведь селевая программа дает всем детям равные возможности. Я всегда мечтал о том, что и в моем родном селе поступит газ. И для достижения этой цели нужны профессионалы, специалисты своего дела. И я хочу стать таким человеком, при помощи которого и даже в мой поселок, такой отдаленный поселок, поступил газ. В ближайшее время на селе Сибири планируется ввод четырех компрессорных станций. А это значит, что снова потребуются специалисты, инженеры, электрики, машинисты и слесари. И таких примеров будет много, ведь газовая промышленность пришла в регион навсегда. Дмитрий Макаров, Владимир Ромаков. Вести. Город Томск.